Наверху Как это — жить наверху? Да не сверху, а наверху. Ведь каждый мечтал, пусть и неявно, где-то глубоко-глубоко в душе. Встала ровно, подбородок приподнят, подтянулась на цыпочки и походила вот так на цыпочку, приятно, стройно, изящно, утонченно, даже виделось все по-другому. Насколько хватило, минута-две, пробовала ходить с низка, тоже утонченно, но медленно, а привыкли, чтобы быстро, кто кого шустрее. Но есть же отличие, в чем оно? Когда наверху делаем много отличного от того, что делали внизу. Так делаем что и почему? А еще отказались делать много того, что делали внизу. Почему? Есть возможность. В чем она выражается? Есть много, много, много. Стоп! Почему есть это много, много? Потому что ты наверху. Когда ты сверху, есть много, много, много. А вот когда наверху много, много, много нет. Ничего себе! Для чего тогда мне это? Ведь я хочу. Все хотят. Посмотри, чего нет. Нет боли, предательства, страха, ненависти. Как? Потому что тебя нет. Как? Я хочу. Подожди. Нет причины. Боль, предательства, страха, ненависти. А где была причина? В тебе. Значит, меня нет и причины нет. А кто есть? Есть любовь. А кто любит? Я. Ты. Твое. Я. Меня же нет. Нет причины, боли, предательства, страха, ненависти. Нет обиды. А кто любит и кто обижался? Вот, теперь смотри. Наверное, их было двое. Любовь и боль. Обе были. Кто из них был жив и кто мертв. Нет. Обе. Нет. Почему? Что такое смерть? Когда конец? А жизнь? Когда продолжение? А еще? Когда все меняется? В жизни переход через смерть? Очевидно. С отверганием перехода оставался конец, препятствовавший жизни, переменам жизни, острый от мига, болезненный со страхом конец. А кто боялся прошлый ранивший конец? Как от него освободиться? Отпустить? Кого? Страх. Как отпустить? Куда? На все четыре стороны. Он чужой. Перестать его кормить. Позволить самому уйти. Чем кормить? Например, временем. Мог ли он не захотеть уходить? Тогда посмотреть, чего ему было нужно. При внимательном рассмотрении страха он становился скромным. И появлялась возможность выбора между любовью и страхом. Как? Обычно боль и страх заслоняли нужную цель. Убегание от них. Убегание от себя. А что с ними было делать? Позвать любовь. Важно, кто просил. И я, кто я. Живое я, любящее я. И от этого уходили. Быстрее, чем кто-нибудь думал. Как по-твоему. От маленького освободиться легче, чем от большого. Понятное дело. А страх мог порастать. О, а ведь можно было поймать его маленького в самом начале. И позвать любовь. Попросить любовь. С уважением и вниманием. Защищаться как? Давать любовь. Но за что? Попросить о помощи Бога. Истинную, чистую, божественную любовь. Так вычищалась, таяла боль. А люди становились безопасными. У меня было не совсем так. Тогда к ним от тебя не шла любовь, а шел страх. Не получить любовь в ответ. Они просто реагировали. И что было делать? Смотреть в себя, в свой страх. Вдавать себе любовь и внимание. Тут важно отличить от жалости. А в чем отличие? Жалости – добавление боли. Хотя можно было дать ей уйти. Отвлечение внимания от страха на боль. Значит, нужно было направить внимание на страх. С боли на страх. Боль была указателем, табличкой, где застревал страх. Убеждавший, глупый, прошлый, посторонний. И что тогда? Смотри, что тогда. Как там? Наверху.